Это дом, в котором мы жили первые полгода в Рязани. Наш подъезд. Доброе утро всем! 21 или 22 июля. Господи, уже поле это прошло. В этом году редко катались на великах, потому что была жара. Сейчас 20 градусов, 19. Идеальное время после дождей покататься. И мы выезжаем на Михайловское шоссе, чтобы прокатиться по полям. Месяц там не было. Может чуть больше. Больше. Жара была, жара. Ой, мы приехали в поля. Через речку, через мост и по тропинке. Мы через лес вдоль реки не стали ехать. Там много грязи. А здесь дорожка более сухая, потому что 2-3 дня дождики идут. Точнее, скажем так. И сегодня дождь по прогнозу. И многие тропинки просто грязичные. А эти как поле более-менее. Не знаю, куда она нас заведет. В смысле, есть ли грязь еще. Так-то мы здесь ездили не раз. Посмотрите, васильки с двух сторон. Сейчас, вот это 21 июля, море Васильков. Ой, бабочки-то летают. Птицы поют. Да, грязище такая после дождей. Поехали дальше. Я помню, как мы с тобой в прошлом году здесь ездили. Ой, вот этого я и боялась. Вот этой грязи, где можно колеса на бок. И ты уже лежишь. Да, поля красивые, скошенные. Такие ровненькие. Они ровненькие, когда по весне вылазят. Да, и сейчас тоже. А запах уже другой. Не такой, как мы ездили месяц назад. Трава пахнет по-другому. Уже таким серединой лета пахнет. Слышишь? Не знаю, кто придумал велик, но это круто. Сколько на нем можно объехать, да? Да. Крутишь и крутишь педали, и нифига не устаешь. Дерево, видишь, поваренные деревья, их, видимо, режут. То есть он его коснулся? Да? То есть он летел и снес этот мост? Хочешь сказать? Дерево, смотри, горевшее. Ну, мы точно не знаем, но вроде как этот мост Серега говорит. О, ну все покорежено, Серега. Все, весь мост покорежен. Ну, значит, он там где-то падал. Мы поехали. Все, мост покорежен. Идите. Ну, переезжай. Опа. Московский район. Это железнодорожная. Уф. Нифига себе. Нифига себе, как он искорежился. А я... Серега, я прямо не знаю. Сейчас. Сейчас. Я со мной попробую правой рукой. Там последний дом? Да. А хозяин там живой? Вот так. Ой. Все, 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 все. Я жму Томас. Офигеть, слушай. С ума сойти можно. Смотрите. Нифига себе, как тут. Вот это да. Этот, получается, он здесь летел и так. Ну да. Мужики не разрешают не фотографировать. Они же не знают, что у меня камера была включена. Тут режут вот это дерево. Здесь падал самолет. Конечно, это все страшно и ужасно. Пипец. Да. Я бы сказала, это трагедия. Смотрите. Деревья спилили. То, что это все горело. Ну, а мы поехали в лес туда дальше. По этим полям, по этому маршруту, по этим тропинкам мы раньше катались не раз. Ну, а сегодня, как вы видели, мы попали именно на этот мост и на это место под крушение самолета. Печально это все видеть и осознавать, что это случилось здесь буквально недавно и погибли люди. И как хорошо, что люди, которые живут в этих домах, совершенно рядышком с местом трагедии остались живы. Да там и работы ведутся. Мы там не проедем назад уже. Так. Скорее всего, это такая, что мы не можем попасть на то место. Ну, и зря переем не можем. Это улица Речная. Ну, а мы вот так быстренько едем дальше, немного поменяв свой маршрут. Нам надо было не переходить через мост, а выехать именно на поле. Потому что Сережа хотел посмотреть место торможения и экстренной посадки этого самолета. Потому что эти следы до сих пор хорошо видны на этом поле, на этих лугах. И мы стали облежать по району, район улицы Мервинской и близ Лизожайших. Я не знаю, как они тут называются. Как видите, район, в общем, достаточно зеленый, частично есть асфальт. И мы нырнули между домами, опять выехали на поле. А потом мы поедем на улицу Птицеводов. Мне почему-то хочется назвать эту улицу Птицеедов. Быстренько прокатимся по этому району и смотрите следующее видео про эту улицу и этот район. А потом мы доедем до Комсомольского парка. А оттуда прокатимся дворами до фонтана возле ЗАГСа. Ну да, если взять, что вот эта широкая здесь вот полоса, а здесь полоса с этой стороны. Ой, вполне возможно, что там он приземлился. Ужас, конечно. Конечно, ужас. А с этой стороны у нас Птицеводов район. Вот видите, дома. Так, Серега гоняет этих. Ворон очень много, очень много ворон. Видимо, там нету дорожки и он поехал... Ладно, проеду к нему, пусть он мне свои мысли расскажет. Не, это просто дорожки. Ну что ты думаешь? Что говоришь? Ой, фу, не рассказывай такую гадость. Ужас какой. Вот видишь, лента. А, огорожено было? Ой, сколько тут ворон, пипец. Ужас, как много. А вот этот стол, скорее всего, он вот снег. Ужас. Ага. Не, я такое количество ворон не видела вообще. Не хватило... Не хватило... Настояния. Это столбасный. Ну, давай. А я пойду туда на речку, посижу вдоль реки. Да, ну, на то место. Ну, да. Я не хочу туда ехать, потому что... Ой, сколько тут какашек. Прям вообще вот еду по засохшему полю кизякам. Да, такие широкие колеи, действительно, Серега говорит. Не, ну а с другой стороны здесь так оно вытоптано, что трава... Ну, это было месяц назад, товарищи. Торсада, что словно хиона. Ух. 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 Ой, плотина! Какая прелесть! Тайский уголок! О, здесь палатка стоит! Хо-хо! Это корова обошла, Туша! Вот он! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова